Всем привет! С вами Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Я сегодня немножко поговорю о бегониях, таких вот прекрасных растениях. Как методом перевалки, они у меня из листика превращаются в взрослые растения. Здесь вот у меня на столе предоставлены некоторые бегонии. Первый ряд это когда я их сажу с листика, вот они вырастают. Потом они подрастают. Следующий, третий этап еще взрослее. И когда становятся уже взрослые, они превращаются в такие растения. Недавно я рассказывала в своем видео, и уже не первый раз, о размножении бегонии листиками. Последнее видео мое было, я высаживала вот эти укорененные в воде листик бегонии. Сейчас он у меня уже вот так вот продолжает расти. О чем я хочу сегодня остановиться, это то, что растения ваши, которые вы выращиваете, желательно не пересаживать, а переваливать. То есть у меня это происходит метод перевалочки четыре раза. Самое первое, что это я всегда высаживаю растения, листик, черенок, и всегда стараюсь высаживать вот в такой вот маленькой посуде. 50 граммовый стаканчик. Когда растение подрастает, крепнет, у него хорошая корневая система. Ну вот, смотрим, такой маленький стаканчик. Здесь вот бегония достаточно уже окрепла, у нее хорошие корешки, ее нужно переваливать. И переваливаем эту бегонию в посуду побольше. Здесь уже 100 граммовый стаканчик. Можно брать 100 граммовый, 200 граммовый. И переваливаем свое растение, аккуратно, не нарушая корни, в такую посуду. Получается, растение продолжает расти. Вот примерно оно вот так вот, в такой вот посуде находится. И мы ждем, когда оно уже достаточно разрастется, чтобы можно было его пересадить. Смотрим по размеру. Вот эту бегонию я не успела перевалить в побольше стаканчик, 100 граммовый. Поэтому сегодня я его буду переваливать вот в такую посуду. Здесь у меня идут горшочки следующие. Это 8,5 горшочек, 8 диаметр. Или вот такие самодельные, о которых я уже рассказывала. Они тоже похожи на вот этот вот размерчик. Значит, в следующий раз растение уже, к примеру, вот это вот, я переваливаю вот в такой горшочек. Последняя посуда, вот такой вот горшочек, который где-то примерно 10,5, 11, 12, ну, до 12, и не больше. У меня переваливаются уже взрослые растения. Вот такие вот они уже в таких вот горшочках. Больше горшочек я не беру. И для таких бегоний не нужны сильно большие горшочки. Есть только бегония, например, борщевиколисная или вот там некоторые виды. Да, вот это бегония коралловая, которая нужна побольше горшочек. Вы там дальше уже должны смотреть. Если такая бегония уже, ей тесновато будет вот в таком горшке, и она больших размеров, конечно, ее нужно переваливать уже побольше. Итак, я сейчас пересмотрю свои растения и покажу перевалочку бегонии. Я беру подготовленный субстрат, это торф. Сюда я не добавляю перлит, он достаточно, и мох, он достаточно вот такой вот пушистый, мягкий. Считается, что бегония любит с песком землю, но я землю, песок никогда не добавляю. Приобретайте землю для бегонии. Есть специальная земля в продаже. Например, эту я отставляю, она еще только-только была высажена. Она уходит у меня в тепличку. Вот это растение я бы сегодня хотела перевалить, потому что здесь она уже, эта бегония, все из земли вещества минеральные, нужные, полезные использовала, поэтому нужно ее в свежую землю переваливать. Здесь маленький стаканчик. Я беру стаканчик 100-граммовый, и думаю, я их дренажа туда не ложу. Насыпаю немного земли на дно, и аккуратно обминаю стаканчик. Стараюсь с дно его немножко подмять, чтобы вот так вот вышло это растение. Здесь вот видно корешки. Здесь много было перлитика. Сейчас я уже перлит, еще повторюсь, не добавляю. Стараюсь вокруг пустоту заполнить землей. Не засыпать вот здесь вот точку роста, ни в коем случае. И ставлю сюда номерок. Также поступлю и с этой. Ну, эту я бегонию перевалю в горшочек вот такой вот. Побольше здесь уже достаточно листики, вот хорошо развитые. Набираю на дно земли. Подминаю. Вытаскиваю. И вот такая вот наблюдается корневая система. Хорошая. Немножко много насыпала. Вот так вот ставлю. И по бокам засыпаю снова туда субстратик. После всей этой перевалочки в конце, конечно, я все эти свои растения полью. Потому что субстрат не мокрый, он слегка влажный для того, чтобы с ним удобно было работать. Дальше эта бегония будет жить в вот таком вот стаканчике. Вот такую вот посуду. Здесь у нас восемь с половиной. Вытаскиваем. Тоже видно корешки. Вот. Видно, что очень уже мало ему питательных веществ. Уже этому растению. Оно хочет расти и развиваться дальше. Оно достаточно уже вот такое вот мощное. Ставлю его. И обсыпаю также таким же образом. Здесь вот тоже желательно эту коралловую бегонию уже пересадить. Потому что для такого растения этот стаканчик очень маленький. Для бегонии, для этой, я возьму вот такой вот стаканчик. И перевалочкой сюда ее перемещаю. Во всех стаканчиках должно быть отверстие для слива воды. Потому что бегония не любит, когда много воды, когда ее заливают. Таким образом, бегония пересажена. И вот я нашла у себя вот такую вот бегонию. Сейчас я вытащу номерок. Вот здесь вот большой стаканчик она была посажена. Ну, земли было так вот, как для маленького. Иногда бегонию можно высаживать в такие большие, только земли наполовину наполнять. И здесь уже видно, насколько она уже крупная и насколько ей мало земли. Я даже хочу показать на этом примере, что нельзя высаживать свои растения в посуды большие, где много земли. Потому что развивается в основном корневая система. То есть растение ваше, оно тратит все силы на развитие корневой системы в больших горшках. А в таких маленьких, вот они вот так вот удачно продолжают расти. Ну, конечно же, надо вовремя их перевалить. Переваливаю я сегодня ее каким образом? Я беру этот же стаканчик и вытаскиваю ее. И на дно досыпаю земли. И обратно сюда же ставлю. То есть это получается примерно вот так. Вот насколько она тут мало земли, насколько она уже оплела ее корнями. Примеряю примерно, чтобы так. Вот так вот примерно сверху еще досыпаю. Таким образом, эта бегония в своей же посуде продолжает расти. Корешки будут опускаться вниз к этой земле, получать отсюда дополнительные питательные вещества. Ну, теперь посмотрю из на более повзрослевшие растения. Я хочу вот эту вот бегонию перевалить в большой горшочек. Здесь у нее 9 сантиметров. Беру горшочек 10 с половиной, набираю на дно земли. Аккуратно обминаю горшочек и стараюсь так вот подтолкнуть растение, чтобы его вытолкнуть. Здесь у меня вот был синтепончик. Вот такие вот корешки наблюдаем. Вот в этот горшочек. И вот эту пустоту, которая здесь, ее нужно тоже заполнить субстратиком. Отставляю. Ну вот и все. Многим своим бегониям я сегодня продлила жизнь вот таким вот способом перевалочки. Надеюсь, они будут себя прекрасно чувствовать и встречать весну. Весна порадует нас солнышком. И хочу поддержать некоторых моих подписчиков, молодых парней и мальчиков, которые стесняются того, что они очень любят цветы, занимаются ими. Я хочу вас поддержать. Ни в коем случае не бросайте это занятие. Я уважаю таких людей, потому что не надо стесняться. Надо больше общаться с людьми, больше заниматься для себя вашим любимым делом. Потому что я на себе скажу, что сейчас при таком тяжелом времени у нас на Украине, и когда в семьях случается горе, вот это вот ваше хобби и увлечение просто вас может спасти. В таких вот случаях вашей жизни. Поэтому разводите такую красоту дома, наблюдайте за их развитием, садите, выращивайте. Это очень увлекательно и это успокаивает нервную систему. Всем спасибо за просмотр, за комментарии. Подписывайтесь. Всем пока!